Братья и сестры, сегодня уже говорилось, что все христиане сегодня отмечают день рождения Вселенской Церкви. И мы, как Церковь, также входим в это число. И мы, как верующие, знаем Создателя этой Вселенской Церкви. Это и есть наш Господь Иисус Христос. И в Евангелии от Матвея он сказал, 16 главе 18 стихом, «Я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И так оно и было. И я хочу прочитать из Деяния апостолов, как это было. Глава 2, с 1 стиха я читаю. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единственным вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огнятые, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещать». День Пятидесятницы является днем основания Церкви, потому что в этот день апостолы стали членами тела Христова. Раньше апостолы имели ежедневное общение с Иисусом Христом, «А теперь они силой Святого Духа стали членами Его тела». И учение о том, что Церковь является телом Христовым, а святые Его членами, говорит об этом апостол Павел в своем первом послании к Коринфянам, 12 глава, 27 стихом, я читаю, «И вы, тело Христово, опорость члены». И в этой же главе апостол говорит, что Святой Дух распределяет дары каждому верующему, и раздает сам христианин, не может выбирать их по своей воле. Об этом мы читаем в 4 стих 12 главы. «Дары различны, но Дух один и тот же». И схождение Святого Духа в день Пятидесян не означает, что Святой Дух отсутствовал на земле до этого и не пребывал с людьми. Это говорит о том, что Святой Дух действует различными способами, и мы можем привести примеры из Библии. С самого начала мы читаем, что земля была безвидной, пуста, и Дух Божий носился над водою. И дальше давайте отметим, что в день Иудейской Пятидесятницы Моисей принял закон Ветхого Завета на горе Синай. И мы помним, как это было, что Бог сошел в огне, в дыму на эту гору, и из нее восходил дым и огонь, как из печи, и гора сильно колебалась. Об этом мы можем прочитать в Исходе, 19 глава, 18 стих. Но есть разница между Синаем и Иерусалимской горницей, где собрались апостолы в день Пятидесятницы. И она видна в различии между законами Ветхого и Нового Завета. Там закон, мы помним, был начертан на каменных стрижалях. Здесь он пишется в сердцах уверовавших людей. И апостол Павел во 2 Коринфяне 3 глава 3 стихом пишет, пишет он, но это относится и к нам. Вы письмо Христовое, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменах, но на плотяных скрижалях сердца каждого верующего человека. С сошествием Святого Духа исполнилось пророчество пророка Иеремии, о чем говорит апостол Павел в послании к евреям, 8 глава, 10 стихом я читаю. Вот завет, который завещает Дому Израилю после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом. Далее мы читаем в Деянии. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». И здесь давайте отметим роль этого огня, которым явил Святой Дух. Этот огонь, мы читаем, что был необычным, потому евангелист и пишет, языки как бы огненные. Они разделились и почили на главах каждого из апостолов. И это указывает на то, что Христос имеет полноту божественной силы, он одной природы с Богом Отцом и Святым Духом. И это указывает, что Отец и Сын и Святой Дух образуют единство. Давайте вспомним, что еще Иоанн Креститель призывал прийти к Христу, который будет крестить Духом Святым и огнем. И хотел бы остановиться, что же такое крещение огнем. В Священном Писании огонь олицетворяет собой присутствие Бога. И опять же, можно привести примеры из Ветхого Завета. Давайте вспомним, когда Моисей находился в пустыне, он встретился с Богом именно около горящего и не сгорающего куста. Это говорит о присутствии Бога. А также давайте вспомним столб огненный, в котором Бог ввел израильский народ ночью, также симфолизировал собой Божье присутствие. Или вспомним жертвенник, который пророк Илья соорудил на горе, кормил. Там огонь, не сплавшись с неба, поглотил жертвенник. Это также указывает на присутствие Бога. И также присутствие на каждом апостоле этого огня, также свидетельствует о Божьем присутствии. То есть, крещение огнем подразумевает очищающее и жизнетворное присутствие Бога. Дальше хотел бы отметить, что Пятидесятница – это великое событие в истории человечества. Давайте вспомним, как Иисус Христос, идя на эти свои крестные страдания, сказал ученикам, «Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его вам». И он напомнит всем, о чем я вас наставлял, и он вам даст силы. И я хотел бы сейчас конкретно сказать, или отметить, какой силой обличает и облекает нас Святой Дух. И в первую очередь Дух Святой дает нам силу верить. Давайте отметим, что в каждом человеке само чувство веры имеется, но оно сокрыто, а вот чтобы открыть эту веру и укрепить ее, необходима помощь Святого Духа. Поэтому апостол Павел в послании к римлянам 10 главе 14 стихом и пишет, «Но как призывать того, в кого не уверовали, как веровать в того, о ком не слышали, как слышать без проповедующего». И когда сам уверуешь, по-настоящему уверуешь, то молчать о Господе не можешь. И Дух Святой также дает нам в этом помощь проповедовать. И мы читаем в Деяниях Апостол 4 глава 33 стихом следующее слова. «Апостолы же с великою силою свидетельствуют о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их, и это давал Святой Дух». Дух Святой давал такую силу проповедовать, которая не могла закрыть уста верующим людям даже перед лицом смерти. Мы помним историю жизни и чем она закончилась первого мученика Стефана. И задаемся вопросом, откуда у этого простого человека была такая сила перед этим народом. «И ответ ясен, эту силу дал Дух Святой». Дальше отметим, что Дух Святой дает силу познания. Все Писание, Бога вдохновенно, оно весьма премудро, а потому и познание их требует силы. И об этом нам напоминает апостол Петр во своем втором послании первой главы с 20 стиха. «Стиха я читаю, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя решить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым, братья и сестры». Дальше Дух Святой обличает нас в грехах, и в то же время этот Дух нам дает силу покаянию. И процесс обличения начинается с угрызения совести и сокрушения нашего каменного сердца. Затем Дух Святой помогает нам открыть уста и покаяться в грехах, и дальше изменить свою жизнь на противоположную. И опять же, во всем этом мы видим работу Святого Духа. Дальше Святой Дух учит нас молитвенному общению с Богом. Есть молитва, есть сила. Много молитвы, много сил, нет молитвы, и вера угасает, говорил один проповедник. И еще один проповедник говорит, когда у меня много духовных нужд, много жизненных проблем, я больше времени провожу на коленях. Далее я хотел бы отметить, что Дух Святой дает нам силу к сохранению себя в святости. Он дает также нам силу над нечистыми духами, и также Он дает нам быть чадами Божьими, то есть детьми Его, а стало быть и наследниками. Об этом я читаю в Евангелии от Иоанна, первая глава, 12 стихом. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. И далее я хотел бы отметить, что чем является сегодня для нас Церковь. И первая наша Церковь, и не только наша Церковь, а Церковь Вселенская, это есть утверждение истины на земле. А мы знаем, истина – это исполнение заповедей Иисуса Христа. И мы знаем, что сегодня, в последнее время, и в это последнее время, наш духовный враг, дьявол и его слуги ополчились на эту истину. И появилось много лжепророков, много лжеапостолов, поэтому мы должны больше молиться и бордствовать. Следующая Церковь – это собрание людей, которые поклоняются Богу, которые почитают Иисуса Христа как Господа и признавая Его своим Спасителем. Церковь – это есть народ Божий, который постоянно изучает Слово Божье, который живет по Слову Божьему и ожидает пришествия Иисуса Христа. Поэтому, как важно нам, братья и сестры, в это последнее время не оставлять собрания наших. И еще я хотел отметить, что праздник Пятидесятницы – это праздник Святой Троицы, так как сошествие Святого Духа открывает нам еще одну истину, что Бог Троичен. Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. И все они единославны, но имеют разную функцию. Бог Отец все запланировал. Сын Божий, то есть Иисус Христос, исполнил дело Отца в части спасения людей от грехов их и находится сейчас как ходатай у Отца Небесного. А Дух Святой пришел от Отца и Сына и продолжает дело спасения человечества. И вот за эти наставления давайте поблагодарим нашего Господа, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Помолимся.